Весна и цветы это почти синонимы, хотя могилевчанка Марина Кравченко окружает себя и близких цветами круглый год. И не обычными, а съедобными. Астры, тюльпаны, сирень, розы, малина, черника и даже грибы на кухне Марины Кравченко будто в палисаднике. Здесь создаются зефирные шедевры, которые бывает сложно отличить от настоящих растений. Все съедобные цветы сделаны вручную, и в каждый бутон вложен огромный труд. Сделаем сейчас розу и сделаем сейчас гортензию. Делаем основание для гортензии и для розы. Хризантемы и розы как-то для меня гортензия более податливы, но уже какие-то другие цветочки, а бывают нюансы. То есть учиться надо всегда и всему, опять же, опыт, опять же, практика. То есть терпение труд все перетрут, и что-то из этого получится, только трудиться. Зефирный гуру по профессии экономист. А вот дело по душе связано с тестом, кремом и лопаткой. Кондитерское искусство привлекало Марину с раннего детства. Зефирным же творчеством она занялась всего год назад. Хотя, глядя на ее работы, в это сложно поверить. Будущий кондитер увидела в соцсетях фото зефирных коробочек и букетов. Решила повторить. Всегда очень завораживала, как работают кондитеры. Не знаю, почему я не пошла в эту сферу. Может, какие-то веяния моды, экономисты и все остальное. Сын Марины – Егор. В семье главный дегустатор. Мама не покупает вкусняшки в магазине, а делает их сама. Из кухни всегда доносятся приятные ароматы. Мне нравится зефир, который делает моя мама, потому что он вкусный и полезный. Моя мама сидит на кухне целыми днями, когда есть свободное время, и готовит зефир на празднике. Дает вам попробовать? Да. Из-за визуальной легкости и воздушности может показаться, что сделать такой зефир легко. На деле это целая наука. Добавляем в водичку агар-агар, размешиваем. Потом добавляем непосредственно яблочное пюре. Яблочное пюре готовлю сама. Оно домашнего производства. Марина Кравченко считает, что кондитер – не просто создатель сладкого настроения. Он должен быть профессионалом с определенными качествами. Каким должен быть кондитер? Ну, наверное, с фантазией. Во-первых. Во-вторых, целеустремленным, потому что кондитерское дело, оно не такое простое, как кажется. Уж поверьте, да. То есть от выравнивания тортов до, опять же, вот этой работой насадком – это целое искусство, целая работа. То есть трудолюбие. Ну, что еще? Ну, креатив какой-то, опять же. И не бояться, в первую очередь, браться за что-то сложное.